Здравствуйте дорогие друзья, с вами как всегда я Эван, мы продолжаем играть на замечательном сервере, смотр Рэйдж, всё как всегда, и сегодня мы смотрим на обновление 1.2.5, так что присаживайтесь поудобнее, желаю вам приятного аппетита, приятного просмотра, и мы начинаем. А перед началом ролика, может кто-то не знает, может впервые кто-то увидел мой канал, вообще слышит меня, видит меня, но у меня проходит конкурс на 220 миллионов рублей, 220, конечно не смотря Рэйдж, а нас смотрим там, вот как видите вот этот ролик, Роллс Ройс Кулина, на 3 недели, кстати, заходим, вот, тыкаем вот сюда, условия конкурса, Конечно, вы можете посмотреть весь ролик, как бы эту темп-кода, чтобы вам было лучше поставил, и будет вообще идеально, смотрите, выполняете вот эти условия, вот я доказал, что эти условия можно выполнить в 30 секунд, осталась вообще херня, так что давайте, поднажмём, и, о, кстати, 1, 2, 3, ничего себе, ладно, ладно, всё, смотрите видос. Я хотел бы вам сказать, что я всё-таки договорился про промокод на смотр Рэйдж с админами, и когда вы будете регистрироваться, внизу в окошке введите большими буквами EVEN, и вы получите очень классный бонус, всё, жду вас на сервере. Ну чё, смотрим обновление, как вы видите, я сразу в автосалоне BMW, знаете почему? Потому что добавили новую BMW, и знаете почему? Потому что я любитель марки BMW, как вы знаете, особенно мой любимый кузов, это M5-E39, вот это просто вышка, просто пушка, не знаю. И её, конечно же, добавили, сейчас мы её посмотрим, но для начала я вам расскажу вообще о Change Lock, ну что там типа, что изменилось. Добавлено 10 новых колёсных дисков, новое меню Pause, Escape. Вы играете на смотр Рэйдж, вот видите появилось, и появились настройки. В принципе больше нифига. Так, убраны все ненужные разделы, в меню паузы теперь пишется версия обновления смотр Рэйдж, а вон, обновление E25. 25 случайных разнообразий для бизнесов, добавлена система ежедневных заданий для коммерции. Это я вам сейчас расскажу. Так, так, так. Очень интересная информация, конечно. Так, система создана для... Так, не, не то. Добавлена система погоды, плавно и реалистично меняется, с изменением физики поведение трансферных средств меняется. Так, стоимость лицензии 310 тысяч на самолёты. Добавлена работа лётчика, работа пилота, вернее. 18 разнообразных маршрутов, 13 разнообразных единиц техники, то есть самолётов. Центр управления полётами, переговоры, диспетчер, там, что добавили. Уникальный указатель курса. Маршрут открывается по мере получения рангов. Проверки на занятость с полос. Новые задачи регенерируются раз в минуту. ЦУП находится в Айрол Сантоса. Выносливость персонажей увеличена на 50%. Объём лёгких персонажей увеличен на 50%. Умение приоритированное увеличено на 50%. Умение вождения на 100%. Ловкость персонажей увеличена на 50%. Оптимизация и подготовление модок к введению государственных организаций. Исправление неработающих спидометров на некоторых машинах. Исправление заказов в такси. Значительно увеличен урон от револьвера. Изменная механика для китов. Киты теперь не за рейтинг, а за деньги. Это для этих банд. О, вспомнился кто-то. Теперь бандам за каждого человека онлайн будут выдаваться определённые суммы на баланс банды. Раз в 10 минут. Всё. И список добавленных новых автомобилей. Это BMW M5 E39. Dodge Challenger Hellcat. И Jeep Wrangler Rubicon. Вот. Этеки примерно... Вот это, конечно, офигенно. Но с этих трёхтачек мне больше всего нравится E39. Который стоит 1 миллион 900 тысяч. По сравнению с МТА очень дорого. Потому что в МТА она стоит 1 миллион 100 тысяч. И плюс фулл тюнинг для этого автомобиля стоит 1 миллион 200 тысяч. То есть, вам выйдет E39 в 3 миллиона 100 тысяч. Плюс к этой цене вам надо будет ещё добавить диски. Надо будет ещё добавить. Если вы захотите поменять цвет, поменять тонер, например, ксенон. И она может выйти вам в 3 500. А если ещё номер поставить, то я вообще молчу. Едет она очень плохо. 250. Я надеялся хотя бы на 260-265. Но нет. 250. Объём бака 70 литров. Тюнинг отсутствует. Вот это мне очень обидно. Потому что за эти деньги ты можешь пойти купить ту же RX-7, которую фулл тюнингом можно купить за 800-900 тысяч. И ехать те же 250. Это очень обидно. Покупать E39, конечно же, я буду. Потому что это любимый мой кузов. Но покупать мы будем в другой серии. И не буду я покупать с салона. Потому что с автосалона и плюс тюнинг это очень дорого. И сразу хочу взять с рук F-T, чтобы было всё по-балдёжному. Пацаны, пацаны, Вранглер приехал! Вранглер! Давайте спросим, сколько. Сколько F-T вышел на Вранглер? F-T 900 тысяч. Надеюсь, у меня велик, сука, не спиздит. Так что надо его, это, спрятать. Пизду. Я чувствую... Бля, это вьет... Так, я надеюсь, вот если я вот тут... Ох, ебать! Прикольчики, прикольчики. Сейчас бы на велике посинее ездить. Такое. Как раз я вспомнил, что у нас же обновление с самолётами. И вон здесь недалеко самолёты. Так что мы посмотрим на них ещё и закончим видос. Вот. Так, и где этот... Гранд Чайроки, кстати, трех... А, вот, Челленджер есть. 8 миллионов 150 тысяч. Едет 295, бак 75 литров. Hellcat. Ну... Я бы не купил. А, может, и купил. Ну, бля, дорого. 8 150 и едет... Без 5 километров 300. Хотя, что вы сейчас можете сказать, типа, гелик 280 едет. Но он стоит там 17 и 16. Ну, бля, это Челленджер. Это... Ну, не знаю. Вот если бы был такой Челленджер, как у меня на смотре был, вот сейчас скриншот. Вот такой я бы купил. Но, к сожалению, такой не купить из-за того, что на смотре Rage нету системы винилов. Вот. Так, смотрим дальше. Это у нас... Так. Вот было бы прикольно, если бы старый Civic добавили. Ну, как старый, там... 90-2002 год. Вот эти Civic. Рубикон. 5-100. 210. Не, ну, это бред, конечно. Хотя, выглядит очень классно и очень симпатично. И очень необычно. Потому что в МТА таких автомобилей никогда и не было. Но, было бы прикольно, если бы сделали все-таки тюнинг и сделали гражданский, типа, в Ranger, да? И сделали Рубикон. Типа, можно было переделать. Там, в оффроуд версии, или просто гражданский. Скриншот вылетел. Ну, ну, что-то в нем есть. Вот, чисто брать, там, оффроуд или еще что-то. Ну, мне нравится. Я бы взял. Ну, 210 едет, ну, хотя бы 230, типа. Жигули, он стоит 5-100, а едет как Жигули. За 100 тысяч. Почти. Ну, ладно, Жигули там едет 150, 160. Я уже, конечно, загнул. Ну, почти как Жигули. А, теперь, кстати, ребята, можно вот по нику отследить, где какой пацан. Где находится. Например, где вас находится. Вот он находится. Типа, Эван, почему у тебя нету тачки? Ты ездишь на велике? На велике? Скоро выйдет видос. Конечно, я уже так же говорил про ГТР. Ой, какой ГТР? Про тачку, которую я купил. Ну, и видос так две недели провисел, и никто ничего не узнал. Видос никакой не вышел. Но скоро я вам все-все-все расскажу и покажу. Так, вот Панамера, еще какая-то херня. Это что, работа в авиации? Встаньте на маркере, чтобы устроиться. Заебали. Так, чтобы устроиться, необходимо быть безработным. А, окей. Так, уволиться с работы. Пацаны, продам снайперку, недорого. За половину цены. Все, работа в авиации. Вы хотите начать кандидатурить, и для устроиться необходимо специально лицейск. Не рекомендую эту работу новичкам, не умеет лицать, будет... Продам снайперку. Да, устроиться. Все. Что я хотел сказать, что из-за того, что здесь очень много игроков, наверное, когда устраиваемся на работу, ну и ищите вот этот рейс, и у вас тогда тп ходит на взлетную полосу, типа. Так, одни БМ-башники приехали работать. Здесь, походу, не работать, а сдавать на права. Сейчас зайдем, посмотрим. Так, школа пилотов самолетов. Встаньте на маркере, чтобы их получить. Так, нажмите сюда. Ну, это 310 тысяч стоит. Это капец, как много. Многие говорили, что... Типа, в конце они не могут посадить самолет, и они взрываются. 310 тысяч коту под хвост. Вот такой вот. Ну, я надеюсь, я потом пройду, и будет все нормально. Только мне надо, короче, купить какую-то жигу за 100 тысяч, чтобы не жалко было, чтобы передвигаться. А то на велике передвигаться бесплатно, это такой бред. Я вас умоляю. Так, вон, метка есть. Значит, кто-то взлетает, да? Или нет? Или кто-то просто стоит? Я любил, конечно, здесь драг-рейсинг всегда делать. Ну, это такое. Так. Вот, самолет. Вот. Маленький. Значит, где-то здесь они спаиваются, и как-то взлетают. Все, давай, полетел. Полетел, полетел, братан. Все. Гораз, подъезжаем, кликай в зону. Пишет 30 секунд. Так, город здесь что-то... Я спиздил розовую жигу, такая СК-798. Розовая пятерка, в принципе, мечта детства. Ой, это опасно было. Надо на свою полосу быстро. Вот. Я вам так и не рассказал за обновлением с бизнесами. Сейчас я вот сойду. Давайте начнем с того, что мы можем купить бизнесы, можем купить дома, да? На дома приходит 15 тысяч... Ну, там, 1%, или сколько, или 2%, или 2%, не, вроде 1%, не, 1%, или 10%, не, не помню, или 5%, вроде 5% приходит, или 0,5%, короче, я не помню, сколько приходит, но приходит к каждому дому разное количество налогов. То есть, мне там дома... Да, блядь, что музыка играет? Блядь, это так таксист едет и музыка играет. Да? Да. Конечно, против Рау Файфайка ничего не имею, но просто мне сейчас ждут авторские права. Хотя, какая разница, мне авторские права, не авторские права, мне все равно монетизация не подключена, но и пофиг. Короче, я так, блядь, я так не могу и сказать, что за дома мы платим деньги, а раньше за бизнесы мы тоже платили налоги, то есть, деньги там по 15 тысяч, или по 10, уже не помню. Но из-за того, чтобы бизнесы... Оп, Е39, а, на беспилота, я понял. Но для того, чтобы бизнесы просто не были мертвыми, то есть, заходили там пацаны раз в месяц, снимали выплату еще раз, каждый день вам будет начисляться задание. На каждый бизнес, каждый день будет начисляться по два задания. Вот, и всего есть 25 случайных, разнообразных, быстрых миссий и заданий. В основном, это подделка документов, контракты, договоры. Каждый день автоматически у каждой коммерции определяются два задания. Если не выполнить задания, они, короче, суммируются. Если не выполнять задания там в течение, сейчас вам точно скажу, если не выполнять задания в течение 7 дней, то, вернее, наоборот, 7 дней вы можете не выполнять задания подряд, и у вас тогда скопится на каждом бизнесе по 14, на бизнесе по 14 заданий. То есть, у меня 3 бизнеса, значит, у меня скопится на каждом по 14 заданий. Если мы не выполним 14 заданий, то на следующий день уже бизнес будет мой, но выплаты идти не будет. Но если мы скопим на одном бизнесе 28 заданий, задач, заданий, там, не знаю, миссий, тогда бизнес слетит в гос, и всё. Это сделано для того, чтобы бизнесы хотя бы чаще слетали, и т.д. и т.п. Но многие сказали, что это бред, потому что многие могли там уехать, ну, например, не играют в смотрящие дни, школьники. Играют там студенты, там, играют уже взрослые ребята, у которых есть своя работа, там, командировка, ещё какая-то дичь. Они там уезжают на 2 месяца, там, на месяц, на полмесяца. Им, получается, за этот период может слететь бизнес, они там донатили бабки и т.д. и т.п. И многие из-за этого бомбят. Я тоже считаю, что это, блин, как-то неправильно с этими заданиями. Но они, типа, сказали, что, чтобы не было мёртвых бизнесов, чтобы был больше онлайн, и т.д. Но, короче, поддержало это обновление 50 на 50, я бы сказал. Вот. Я, наверное, отношусь к тем, кто... С одной стороны, ты хорошо, типа, онлайн поднимаешь, нету мёртвых бизнесов. С другой стороны, ты не сможешь зайти, твой дом просто и бизнес летит, вернее. Так. Давайте, вот. Обслуживание. Давайте я сначала сниму деньги. У меня здесь как раз 400 тысяч лежит. Так. Обслуживание коммерческого помещения, ежедневное, седание бизнеса. Поучаствую в благотворительности. Благотворительность выполнится. При достижении части не выполнены задачи, выплаты отменяются. При достижении более 28 имущества изымается. В сутки два. Ну, это понятно. Соберите необходимые констовары. Поучаствуйте в благотворительности. Окей. Здесь такие вот, да, задания. Ой, таксист грёбаный. Но пятёрка, кстати, мнётся очень хорошо. Прям настоящий Beam Engine Drive. Инжекторная пятёрочка у меня. Ничего себе. Вот. Если кто не знал, вот так можно на клавишу N нажимать. Все двери открываются. Ой, эти. И багажник, капот. Вот это всё. А салон тонн и пятёрочный, потому что здесь, если я не ошибаюсь, две красные. А, не, не, всё правильно, это лбоёб. Я думал, там посередине два вот этих... Бл***. Как они называются? Прибора. А там же не два прибора. Ну, ладно. Так, посмотрим, что здесь. По коммерции. Кстати, кто хочет купить бизнес, можете сейчас зайти. Очень много игроков продаёт бизнес по дешёвке. Ввезите товар в охраняемый склад, заберите материалы с завода. За то, что мы выполняем задание, чтобы мы не уходили в минус. А минус как мы можем уйти? Если мы пойдём выполнять задание, мы потратим деньги на бензин. То с MotorRage они это сделали так, что, например, нам надо поехать забрать концтовары, да? Когда мы заберём концтовары, то нам, типа, за метку будут платить один... Если метка там 8 километров, нам заплатят 8 тысяч. То есть, они теперь платят одну тысячу за каждый километр. Хотя поучаствуют в благотворительности. Выполнить задачу. Всё. На радаре. Всё. Смотрим. Так. 10 километров. Ёпта. Кстати, да. Пятёрка. Вот. 175 едет. За 170 тысяч или 160, сколько она там стоит. А... А в Ranger. Рубикон. 5.1 стоит. А ей 210. Вот Гриша за ВОЗ. Красавчик. Респектус прям. Всё. Теперь я буду ездить. О, кстати, мне интересно, заплатит мне больше. Типа, за 12 тысяч или мне заплатить 10 тысяч. Вот. Это я понимаю. Это вам не... Блядь! Сука. Там пацан, сори. Я не хотел. Я знаю, что я капец как нарушил. Вот. Это вам не пятёрка розовая. Это уже чёрный гелик АМР 07797. Вот так вот. Делать деньги. Вот так. Получается, я был... А. Даже так? То есть. Если честно, я не видел, чтобы мне деньги дали. Чтобы мне деньги списали. То есть, это просто по метках поездить, да? Угу. Короче. На этом всё. Всем спасибо, кто посмотрел этот видос. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить годноту. Участвуйте в конкурсе. Ну, с вами был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи. И всем пока-пока.